Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новый выпуск интересных новостей. И сегодня мы вам расскажем про китайскую компанию X-Peng, которая привлекла еще 500 миллионов долларов. Ее считает конкурентом Tesla, который обвиняет стартап в краже технологии. Акции Яндекса обновили исторический рекорд, превысив цену за одну акцию в 4000 рублей. Список самых больших яхт мира пополнило новое судно. Обо всем этом сегодня в выпуске. Обязательно подпишитесь на наш канал, усаживайтесь поудобнее, друзья. Мы начинаем! Китайский производитель электромобилей X-Peng привлек 500 миллионов долларов от гонконгской компании Aspex, американского хедж-фонда Coatway, китайского инвестиционного фонда Hill House Capital и других. X-Peng вложит средства в дальнейшую разработку машин. В июле 2020 года компания начала поставки электрического седана P7, которого считает конкурентом Model 3. Поставки этой модели китайским потребителям Tesla начала в январе. Производители электромобилей в Китае сильно пострадали из-за пандемии. В июне продажи их продукции упали на 33,1% год к году, пишет CNBC, со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей. Местные власти пообещали компаниям продлить предоставление субсидий и налоговых льгот до 2022 года. В ноябре 2019 года X-Peng привлекла 400 миллионов долларов от Xiaomi и других инвесторов. Тогда оценка компании превысила 25 миллиардов юаней. Это чуть более 3,5 миллиардов долларов. В общей сложности за все время существования в проект было вложено по данным Crunchbase 2 миллиарда 200 миллионов долларов. В марте 2019 года Tesla обвинила своего бывшего инженера, который ушел в X-Peng, в краже исходного кода для технологии автопилота. Инженер Цао Гуанжи признал, что скопировал фрагменты кода, но заявил, что удалил все файлы, прежде чем покинуть компанию. В июне 2020 года Tesla заявила ходатайство о предоставлении изображений модели и программного кода X-Peng в качестве доказательства. В X-Peng обвинили автопроизводителя в попытке запугать молодого конкурента. Разбирательства были приостановлены из-за пандемии. X-Peng вместе с Xiaomi разрабатывает технологию соединения смартфона с автомобилем. Первый серийный внедорожник G3 компания представила в конце 2018 года и к июню 2019 года отгрузила 10 тысяч машин. Акции Яндекса обновили исторический рекорд. Максимальное значение в ходе вечерней торговой сессии на московской бирже составило 4009 рублей. Стоимость акций Яндекса выросла почти на полтора процента, до 4007 рублей. По состоянию на 19.43 по московскому времени 20 июля. Максимальное значение в течение дня составило 4009 рублей 8 копеек. Инвесторы ожидают включения акций российского IT-гиганта в индекс MSCI Russia. Это вызовет приток средств со стороны иностранных фондов. Указывает аналитики ВТБ капитала. До конца 2020 года пересмотр состава индекса пройдет в августе и ноябре. Результаты ближайшего пересмотра будут объявлены 12 августа и вступят в силу после закрытия торгов 31 августа. Включение бумаг компании в индекс MSCI Russia может привести к повышению спроса на бумаги и притоку средств инвесторов в объеме более 1 миллиарда долларов. В ВТБ капитали оценивают справедливую цену акций на 12-месячном горизонте на уровне 4416 рублей. Потенциал роста с текущих уровней около 10%. Аналитики Атона считают Яндекс самой качественной бумаги в интернет-сегменте в России. Акции компании показывают хорошую динамику на фоне роста глобальных технологических компаний и на фоне ожиданий скорого восстановления основных рынков Яндекса, онлайн-рекламы и такси. Российский IT-гигант сохраняет хорошие перспективы развития новых вертикалей бизнеса, которые должны поддержать долгосрочные темпы роста компании, отметили эксперты. В список самых крупных мегаяхт мира вошло новое судно. 142-метровая яхта Opus. Судно, способное вместить 36 гостей, было спущено на воду и будет передано владельцу в этом году. Длина Opus составляет 142 метра. Яхта с ее необычным носом, шестью палубами, помещениями для множества гостей и всевозможной роскошью вписывается в рейтинг наравне с яхтой «Сейлинг Яхт» 142,5 метра российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно «Мризинг Саун» 137 метров со основателя «Дримвокс Анимейшн» Дэвида Геффена и яхтой «Октовпус» 126 метров, некогда принадлежавшей со основателю Microsoft Полу Аллену. До недавнего времени Opus была известна как «Проджект Редвуд», отмечает Спрингер. И хотя многолетнее строительство яхты сложно держать в секрете, спуск Opus на воду вызвал немалый ажиотаж. По плану яхта будет передана неизвестному владельцу в этом году. Дизайн яхты был разработан итальянской «Novalari & Leonard». Переговоры о продаже вела компания «Moran Yacht & Chip». Она же следила за процессом строительства от начала до конца. В отличие от многих мегаяхт, вмещающих всего 12 человек, Opus была построена в соответствии со стандартами, позволяющими ей вместить до 36 гостей в 20 каютах. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте этому видео лайк, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И, друзья, не забываем написать комментарий внизу, поделиться своими впечатлениями о выпуске и написать свое интересное мнение. Ну а я буду с вами прощаться, друзья. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok